В связи с этим, со словами реформа, делать реформу, вспоминаю очень часто упоминаемые тезисы о том, что, дескать, ну в отличие от других отраслей, сфер и так далее, нашей жизни, спорт на Украине не является отраслью, которая требует реформирования. Потому что именно в спорте Украина имеет те достижения, которые не нуждаются в улучшении и свидетельствуют о достаточном уровне этой отрасли. Вот мы на всех этих совещаниях, когда прошлый министр, новый министр встречается со спортивной общественностью, с руководителями федерации, ФСТ, задает вопрос, так что надо? Нет, так все отлично, только дайте денег, только мы теперь знаем, во-первых, деньги уже не идут оттуда, откуда они шли, а откуда они шли, они уже в старые источники не везде могут попадать, по назначению, это первое. А второе, ну получается, что мы тогда расписываемся в простую вещь. Надо тогда честно выйти и сказать, что там, где есть медали, вот все, что за этими медалями, там все отлично. Ну медали же есть, да? Если там отлично, тогда вы не должны просить денег. То есть получается функционеры... Тем более больше. Да, тем более больше. Тогда получается, что функционеры, которые скажут, что все отлично, но только надо дать денег, противоречат сами себе. Правильно? Да. У вас же есть медали, в отличие, например, от баскетбола? У вас есть медали, у вас просто может потом оказаться, что у вас 100 человек в стране занимаются каким-то видом. Ну, я, наверное, утрирую, но в некоторых случаях не очень сильно, наверное, утрирую. То есть получается, массовостью нет, есть медали. Ну, отлично тогда. Тогда зачем вам больше денег? Тогда надо ставить вопрос о эффективном использовании. Когда уже денег достаточно для того, чтобы медали, тогда надо говорить об эффективном использовании денег. Тогда, может, надо поговорить о понижении финансирования.